Рыбные блюда могут исчезнуть из школьных столовых. Со следующего года Минздрав вводит полный запрет на использование предварительно обработанных рыбных продуктов. Однако, как выяснили наши коллеги из передачи де-факто, из-за неясности термина под запрет может попасть, к примеру, и обычное рыбное филе. Рыбопереработчики, пострадавшие от российского эмбарго, бьют тревогу. Список запрещенных продуктов составлялся для того, чтобы полуфабрикаты исчезли с полых школьных столовых. Однако, сами дети, похоже, не очень рады здоровому питанию. В прошлом учебном году каждый месяц в школе был один рыбный день. Знаете, было больно смотреть. Из всего класса хорошо, если 3-4 человека ели рыбное филе. С 1 января будущего года правила кабинета министров, регламентирующие питание в учебных заведениях, а также в учреждениях социального ухода, существенно ужесточаются. Среди изменений полный запрет на использование предварительно обработанных рыбных продуктов. Однако термин этот противоречивый. Считать ли таковым продуктом, к примеру, рыбное филе? Целью поправок было кормить детей рыбой, свежей рыбой, а не промышленно переработанной. Не крабовыми или рыбными палочками, не консервами. Если спор о том, что рыбное филе тоже продукт переработки, то в нашем понимании это не так. Но надо добавить, что такую формулировку нам дало Министерство земледелия. Есть еще одно противоречие. Министерство земледелия пытается поддержать рыбопереработчиков, пострадавших из-за российского эмбарго, выделяя на развитие производства 3 миллиона евро. Однако новые правила Минздрава, наоборот, только усложняют жизнь рыбным хозяйством. Впрочем, Минземледелие с этим утверждением не согласны. Эта поддержка скорее для конкурентоспособности рыбной отрасли на внешних рынках, на долю которой приходится 90% ассортимента продукции. Потому и влияние запрета на поставки в школы не будет слишком большим. Хотя Минземледелие и уверяет, что запрета на филе не будет, опрошенные де-факто работники отрасли считают иначе. В последние недели много говорили с коллегами. Есть два мнения. Или это пункт включили просто поспешно, или это прямое лоббирование какого-то предприятия. До вступления спорного запрета в силу осталось несколько месяцев. И Минземледелие обещает за это время дать определение, что является предварительно обработанным рыбным продуктом.